МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы расскажем о самых удачных, на наш взгляд, проектах в номинации реал-тайм-стратегии. Итак, первое место в категории «Игра, похожая на Варкрафт, но точно не Варкрафт» занимает программа «Эйч оф Эмпайр» фирмы... Не может быть. Одной маленькой неизвестной фирмы. Глава этого проекта, человек по имени Брюс Шелли, очередной раз заставит всех подумать о том, что техническое совершенство не главное условие популярности той или иной игры. «Эйч оф Эмпайрс» привлекает игрока интересным сюжетом и веселыми картинками. Неизвестно, где учился Брюс Шелли, однако он, кажется, разделяет близкие нам представления об истории, как смене одной общественно-исторической формации другой. В течение игры вам придется пройти от первобытно-общинного строя до Железного века. Всего где-то около 12 тысяч лет. Интересно, что смена формаций происходит буквально на глазах. Штурмуете вы, к примеру, вражеское поселение. Желаете его сжечь и разграбить. Дела ваши идут успешно. Как вдруг у них меняется общественно-историческая формация, и ваши противники внезапно оказываются вооруженными металлическим оружием против вашего каменного. В такой ситуации главное не запаниковать и бросить все наличные силы на усовершенствование своего общественного строя. Потому что нет для врага страшнее демонстрации, чем смена у нас исторической формации. Особого слова заслуживает AI, то есть искусственный интеллект, орудующий в Age of Empires. Он действует необычайно разумно, что становится ясно с первой же миссии. Теперь ему доступны обходные маневры, удары в спину, провокации и даже трусливое бегство. То есть все те грязные приемчики, которыми раньше могли пользоваться только люди. В результате воевать становится очень сложно даже игрокам, закаленным Варкрафтом и Комманд-энд-Конквером. Если дело и дальше так пойдет, то скоро компьютеры поумнеют настолько, что им станет скучно с нами возиться, и они начнут играть друг с другом по сети. Следующий номинант награждается в категории «Техническое совершенство, неразличимое простым взглядом». Особенностью этой программы является присутствие современных технических решений, что мало отразилось на конечном результате. Что же отличает эту игру от огромного количества рил-тайм-стратегий, появившихся в последнее время? Ну, во всяком случае, не сюжет. Да уж, этому сюжету обязаны своим процветанием многие компьютерные фирмы, и они передают его из поколения в поколение, подобно фамильным драгоценностям. Итак, в космическом будущем процветает неприязнь человека к человеку. Люди поделились на две враждебные группировки, одна из которых называется АРМ, а другая, представьте, Горе. Горе? Горе. Ну, наверняка ее лидеры думали устрашить этим словом своего противника. Солдаты Горе представляют из себя одушевленные металлические машины. То есть, если вы видите танк, то знаете, что отчасти он живой, и внутри него никто не сидит. Он сам сидит внутри себя. Бойцы АРМ — это обыкновенные люди, закованные в бронекостюмы. Зато их можно клонировать, подобно пресловутой овце. Что действительно достойно внимания в этой игре, так это истинно трехмерный рельеф и юниты, то есть техника. На самом деле, то, о чем мы будем говорить, вы, уважаемые зрители, не сможете различить на экранах телевизоров. Для этого нужно будет купить или одолжить у кого-нибудь игру. Так что придется верить нам на слово. В обычной игре такого жанра любой юнит, например, танк, представляет из себя набор большого количества статичных изображений, которые меняются с бешеной скоростью. В этой же игре программисты просто создают модель поведения танка на специальном языке, и поэтому он ведет себя ну прямо как живой. А сейчас пришло время номинации «Самая реальная игра» в категории «Стратегия в реальном времени». В отличие от прочих программ этого жанра, процесс воспроизведения населения показан здесь таким, каков он есть на самом деле. Только без деталей. Итак, мы рады представить вам игру «Бис энд банкерс». Новый крем от морщин позволит вам сохранить молодость на долгие эпохи. Коллега, ну держите себя в руках. Прошу прощения, по привычке сорвалось. С этого, кстати, все и началось. Что началось? Неприятности. Неприятности в маленькой стране под названием Локеадор. Этим государством, люди, в котором жили легко и счастливо, управлял добрый король Роланд. Он не обременял подданных большими налогами и жестокими повинностями, и Локеадор процветал долгие десятилетия. Неприятности начались, когда монарх начал стареть. С этим естественным, в общем-то, процессом он никак не хотел смириться. Король начал применять разные средства, якобы замедляющие процесс старения. Но от них он не только старел еще быстрее, но и заметно глупел. Этим печальным обстоятельством не замедлил воспользоваться демон по имени Собелиан, пообещавший вернуть королю вечную молодость. Вот теперь давай. Средство от старости и перхоти в новой упаковке от демон Собелиан Инкорпорейтед. Вот. Хорошо. Король пригласил демона к себе, и тот действительно вернул ему молодость. Да только верные слуги, обнаружив в королевской опочивальне румяного юнца, обвинили его в убийстве короля и тут же казнили. Так Собелиан взошел на трон. Перед играющим стоит задача победить Собелиана и самому сделаться правителем Локеодора. Надо сказать, что ваши подданные ведут себя довольно самостоятельно. Они живут насыщенной жизнью, женятся, заводят семьи, ссорятся, болеют и умирают. Вы должны создавать условия для роста численности населения, строить дома, сеять пшеницу и так далее. Если вы будете действовать успешно, то достойтесь похвалы со стороны своих подопечных. Но дело-то не в этом. А в чем? Дело в том, что никакой вечной молодости, увы, не существует. На сегодня это все. Встретимся в следующей программе. Гейм оба. До скорого.